Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Подскажите, как правильно вести себя в такой ситуации? Работаю я с одним мужчиной. Проявлял интерес, но взаимоотношения не сложились, много было недопонимания и ожидал определённого поведения в свою сторону. Ну, внимание, ухаживание. Но кроме нитья, что он никому не нужен, и манипуляции, ничего не последовало. Решил забить на такое поведение. Но человек исчез, так как график удалённый, вернулся и начал вести со мной колкость, что я старый. До этого говорил тоже про возраст. Двусмысленные фразы с колкостью, вроде не оскорбил, но остаток остался. Меня это обидело, я начал игнорировать его, ситуация ухудшилась, больше колкости игнора в ответ. Ограничить встречу не могу, он хорошо общается с моей начальницей, ржут вместе и смотрят видосы, а меня как будто нет. Как вести себя? Психологически чувствую себя ужасно. Спасибо. Ну, в целом, у меня такое ощущение, что вы как-то, вот знаете, сделали вставку на этого человека. Вот такое у меня чувство, честно говоря. То есть, как-то вот вы, как будто бы в целом, да, кроме как на работе, социальной жизнью не живёте. И, ну, в принципе, я бы сказал, что у вас есть проблемы с самооценкой, как будто бы вас достаточно легко задеть и обидеть. И дело не в том, что вы не должны обижаться, ну, то есть, в смысле, дело не в том, что вам не должно быть неприятно. Просто, понимаете, есть разница между тем, когда мне что-то неприятно, да, и когда я именно обижаюсь. То есть, когда я именно обижаюсь на, ну, вот, на какие-то вещи, да, например. А, ну, то есть, вот, когда именно обижаюсь я, то есть, что такое, что такое обида в этом смысле слова. Обида – это ожидание, в первую очередь, ну, раскаяние человек. То есть, я как-то жду, что человек, вот он сейчас возьмёт, да, и, как бы, и раскается в том, что сделал. То есть, понимаете, как бы, то, что я скажу, будет неприятно, но, ваше поведение тоже манипулятивное. Обида – это манипуляция. Это, как бы, история про то, что вот ты мне что-то сказал, да, я хочу тебя поменять, я хочу тебе доказать, что это неправильно. Вот вы даже про свою начальницу, как бы, и этого человека, говорите, что вот они ведут себя так, они ведут себя так, как будто меня нет. Ну, понимаете, они вам, ну, по идее-то, ничего не должны, эти люди. Да, молодой человек ваш ведёт себя, ну, вот, мягко говоря, нехорошо. То есть, ну, он ведёт себя таким образом, да, как классический такой обиженный мальчик. Вот, из-за, там, собственных сложностей, из-за собственных, значит, каких-то проблем и так далее. То есть, тут, как бы, да, тут, в этом смысле, ну, действительно, это правда. Но момент-то в том, что вы, судя по тому, что я могу видеть, вы в это вовлекаетесь, вы, как бы, ждали и ждёте от него чего-то, и вы ждали и ждёте так же и от своей начальницы какого-то поведения. Вот, что, самое здесь такое, я бы сказал, показательное. И вопрос, как мне кажется, заключается в том, насколько ваше ожидание реалистично. То есть, иными словами, насколько то, чего вы ждёте, является, ну, адекватным, вот, насколько то, чего вы ждёте, является реальным, вот. Потому что есть у меня такое ощущение, что это не совсем реально. Понимаете, да? Есть ощущение у меня вот такое, что вот, ну, не совсем это реально. А вы этого ждёте, вы в это верите, вы ожидаете, вот, какого-то к себе отношения, поведения. Вот. И наталкиваясь на реальность, вы разочаровываетесь. Вот. Понимаете? Плюс ко всему, плюс ко всему, сюда примешивается история, как раз, вот, о том, что... Ну, так скажем... Вы переживаете по поводу возраста, и, ну... болезненно реагируете на колкости, а единственный способ... для вас... отреагировать это... является обида. Вот. А это не выход, не выход. Это, ну, по сути, это... зажимание своих, своих чувств... внутрь, как бы, ну, как бы, себя. Понимаете? Поэтому, мне кажется, что самый лучший способ... реагировать на ситуацию, в которой вы оказались, это быть собой. Понятное дело, что для вас это, в определенной степени, вызов. Потому что, быть... собой... возможно. Вы не привыкли. Вы не знаете, как это быть собой. Вот. И... Вот такой важный момент. Это момент... касающийся именно... именно вот... как бы... истории, скажем так. Истории про то, что вы как-то слишком, вот... эм... центрируетесь на... чем-то одном. То есть, имеется в виду, что... как будто бы... эм... только вот в этом... в этом коллективе. Ну, по сути дела. А... ну, наверное... наверное... этот... ээ... слишком... узко. ээ... то есть, наверное... этот... эээ... несправедливо... эээ... достаточно... эээ... эээ... ограничивает вашу личность. Ну, по крайней мере... эээ... по крайней мере... эээ... 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 понятно, что... я могу всех нюансов не... не знать, но тем не менее. эээ... Например, вот, эээ... в том, что касается... эээ... возраста, да... вот, в том, что касается... эээ... то есть, как бы, понимаете, ээээ... 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 эээээ... ээээээ... ээээ... подкалывают, как бы... ээээ... ээээ... тем, что для вас, ну, 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 является, в общем, болезненным. вот. Иииии... подкалывают вас неслущенно. То есть, подкалывают вас, потому что, ну, как-то знают... ээээээ... ээээээ... что вы на это, ну, отреагируете. А откуда знают? Только от вас? Вот. Только от вас... ээээ... только от вас, ээээ... ээээ... могли узнать... об этом. Больше не... больше не от кого. В чём, как бы... в чём сыпь-то здесь, вот. Поэтому я думаю, что тут вы, вот, в этом смысле, ну, свои проблемы, которые у вас, вот, изначально были, просто, ну, что называется, перенесли на человека, вот. А когда, да, и вы, вот ещё важный такой момент, вы как будто бы склонны додумывать, то есть вы вроде бы прямо говорите, что, ну, меня вроде бы не оскорбили, но осадок остался. То есть важно здесь понимать, что осадок, осадок. Если мы говорим про осадок, то это, то осадок это история чисто, чисто про вас, понимаете? Осадок, это чисто про то, что вот, ну, как бы, я сама чувствую, ну, чувствую, вот. Это не про, ну, не про других людей, которые, да, может быть, имеют в виду, может быть, человек, 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 на самом деле, может быть, имел в виду ровно вот то, что он имел в виду, но, может быть, и нет. Но проблему вашу это уже вскрыло. Показало. И вам ещё плохо. Понимаете? Дальше вы говорите о том, что у вас психологически ужасное состояние. Вот тоже хотелось бы как-то этот момент прояснить. То есть даже не то, чтобы прояснить, не столько и нисколько прояснить, сколько, наверное, чтобы вы это раскрыли. Что вы в этом смысле имеете в виду? Что конкретно вы имеете в виду, говоря о, вот, ну, о том, что вам, что, вот, вам, что вы себя, ну, чувствуете ужасно. Вот. То есть я бы вот как-то на это бы в первую очередь обратил бы ваше внимание. Вот. Понимаете? Да? Вот как раз, что я имею в виду здесь. И, конечно, вы можете со мной не соглашаться. То есть, ну, естественно, вы можете со мной не соглашаться. Это ваше, ну, это ваше право со мной не соглашаться. Я не претендую на истину. Я действительно, ну, могу ошибаться. Просто хотелось бы, просто хотелось бы, чтобы вы об этом подумали. Чтобы вы как-то, ну, вот, знаете, задали бы себе вопрос, окей, что я об этом думаю, точнее даже не думаю, а что я чувствую, когда слышу, ну, вот, когда слышу вот это. Да? То есть, как я вот, ну, как я реагирую на это. Понимаете, да? Я бы сказал, я бы сказал, что это довольно важный момент. Если мы хотим вам помочь, если мы хотим вот как-то, ну, как-то разобраться с тем, что с вами происходит. И когда вы, когда и если вы научитесь быть собой, научитесь, ну, как-то вот, немного лучше обращаться со своими чувствами, со своими эмоциями, переживаниями, вот, вот тогда у вас естественным образом появится своя модель поведения в этой ситуации. Вам не нужно будет спрашивать, как себя вести. Вот. Да? Сейчас вам, ну, надо спрашивать, сейчас вы сами в этом, ну, сами в этом смысле потеряны. Вот. Я понимаю, ну, как бы, понимаю, да? Ну, почему вы, почему вы, почему вы, ну, почему вы себя так вот чувствуете? И, конечно, это очень печально, что вы себя так чувствуете. Конечно, это очень грустно, что вы себя так чувствуете. Ну, вот. Ну, это можно исправить, вот, можно это, можно это подкорректировать, да? То есть тут, вот, прям, прям, вот таких особых сложностей возникнуть, конечно, не должно. Вот. Главное, чтобы у вас, ну, в этом, в этом смысле, было желание над собой работать. И вот, как бы, всё, всё будет хорошо. Другое дело, что мы здесь сможем, конечно, касаться некоторых ваших установок, мы можем здесь касаться некоторых ваших установок, которые могут вас, ну, вот, в какой-то степени тянуть назад. Об этом, вот, забывать, конечно, ну, не нужно. Что, вот, как бы, ну, вот, элементы, элементы, да, сопротивления такого могут, могут присутствовать, конечно. Вот, но, тем не менее, я не вижу препятствий для того, чтобы вам не помочь. Вот, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи обращаться.